Никому никогда не рассказывайте свои сны, тем более если вам приснился Зеленский, и тем более если этот Зеленский оставил вас в живых. Потому что вы получите штраф в лучшем случае, ну а в худшем вас закроют в каталажку, в тюрьму! Не верите? Сейчас вашему вниманию будет представлен один видеоматериал, пожалуйста посмотрите, там недолго, буквально минута 46, да, чуть меньше. А дальше мы с вами поговорим. Приветствую вас всех, с вами Сула, вы на канале Казахстан Сегодня, и мы начинаем. Вернемся к российской репрессивной хронике. Штраф за сны, это не сценарий к антиутопии, а очередное решение суда в Российской Федерации. Забрал я, значит, постановление из суда, выписали мне 30 тысяч рублей штрафа, выписали мне его, конечно же, на вот таком вот пергаменте. Мы же живем в сверхдержаве, которая не умеет создавать белый краситель для бумаги. Позволю себе процитировать, что же это за страшный сон приснился Ивану Лосеву, или не страшный сон, но сон с такими последствиями. Итак, цитирую. Сегодня приснилось, что меня мобилизовали, привезли в какой-то подготовительный лагерь, и в этот момент туда врывается ВСУ во главе с Зеленским. Всех скрутили, собираются расстреливать, и в этот момент Зеленский проходит мимо меня и говорит, о, я твои сторисы в Инсте видел. Слава Украине! Я ему отвечаю, героям слава. Зеленский радостно стучит мне по плечу и говорит, так, его отпустите, всех остальных расстрелять. Они взяли пост, где я там пошутил про коктейль Молотова, и они взяли пост, где я осуждаю мобилизацию, и описание сна. То есть там шесть различных вещей, за которые меня пытаются привлечь, и, среди прочего, вот это вот описание сна. То есть можно было не брать этот сон, просто не брать его, и все. Была ли у вас возможность какие-то аргументы, касающиеся вашего сна, судье представить? Суд прошел без меня. То есть меня в нем не убитые в мире, мне не сказали, что он прошел, мне ничего не сказали, я просто уже на сайте висел, что вот он закончился, я туда позвонил, попытался с ними поругаться, мне сказали, не поймите, 30 тысяч есть 30 тысяч, мне кажется, что война закончится раньше, чем придет последний срок, когда мне придется за это платить. И война, конечно же, закончится не в пользу тех людей, которые ее начали. Вот вы сейчас скажете, да, ура патриота, но он там писал и про войну высказался, и то, это нельзя, там. Он сам и говорит, ну можно же было это сделать, но без сна, сон туда не закидывать. Весь абсурд-то именно в этом, друзья. Что сейчас, сейчас людей судят в России еще и за то, что он поделился своим сном, говорит, мне такое приснилось. А в каком обществе, просто подумайте, представьте, каким должно быть общество и каким должен быть режим, если вас могут осудить за сон, который вам приснился и который вы, не дай бог, еще и озвучили. В двух случаях, ну в трех, правящему режиму должно быть абсолютно наплевать на своих сограждан. Это первый случай. Второй случай, сограждане этого государства должны быть, ну настолько отупевшими в большинстве своем. Это второй случай. И третий случай, когда и то, и другое. Вот тогда такие приговоры, такие суды прокатывают, когда в качестве доказательств берут пересказ твоего сна. Понимаете? Как хотите к этому относитесь. Но судя по всему, обстановка вот именно сейчас такая, не по кайфу. Обстановка не по кайфу сейчас Российской Федерации. А нам, казахам, надо иметь это в виду. Надо иметь это в виду. Вот так вот, друзья. Вы что думаете об этом всем? Оставьте ваше мнение в комментариях под этим видео. Давайте пообщаемся. Только прошу вас, без оскорблений. На этом у меня все. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх. С вами был Сула. Всем пока. Салам алейкум. Ариведерчи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...